Сейчас мы находимся с вами на кухне. Здесь каждый день завтрак, обед и ужин 27 человек. Из них 11 это лежачие, они на втором этаже им куда носят. Здесь 3 семьи, которые помогают. Тестная семья, если они проживают здесь, они готовят завтраки и ужины. Сейчас находимся в складе. На данном этапе у нас есть практически все для существования старичков. Это мыть, стирать их, памперсы, одежда, еда, Open Door Foundation благодарим и светлые формации. Ребята просто очень оперативно, все четко сделали, кровати, матрасы, подушки, быстро. Мы как приехали сюда со старичками, практически в эти же сутки у нас все было, чтобы можно было обеспечить комфортную жизнь для стариков. Старички сейчас в тепле, на хороших кроватях, на матрасах. Первые сутки они спали прямо на матрасах на полу, но сейчас, слава Богу, благодаря вам, благодаря добрым людям, ребята сейчас спят на кроватях и в очень комфортных условиях. В самом деле мы уже дважды беженцы. В 2014 году мы убежали из Луганска в Киев. Опять начали все с нуля, потому что там в Луганске был свой хоспис, было здание, было все хорошо. Приехали в Киев, тоже все было хорошо. И в 2014 году просто изменилось опять. Как дежавю, вроде бы мы что-то видели, эти взрывы и все остальное. И честно, мы не ожидали такого поворота событий, что люди настолько быстро откликнутся. 27 стариков мы просто вывозили через блокпосты и это было тяжело на самом деле, ужасно тяжело. Старики они не транспортабельные, то есть они должны все езжать лежа вывозить, но на самом деле это благодать Божья какая-то была просто, ну неописуемо словами. И когда мы приехали в этот садик, мы увидели, что здесь только одни полы и все. И Open Door Foundation, цветовой формации просто настолько сильно быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи. Привезли все продукты, привезли посуду, привезли стиральную машинку, сушилку. Я могу тут много перечислять. Холодильник привезли, привезли полностью стулья, кровати. То есть это очень было быстро среагировано и для нас, для волонтеров это был большой шок и большая благодарность. Чтобы вы понимали, хоспис в Киевской области, село Скидин, он был прям на линии разограничения боев. То есть над нами летали полностью снаряды, там были перестрелки, самую большую танковую колонну тоже остановили в Скидине там. То есть было очень страшно. Старики просто, я не знаю, как их сердце удерживало это все. И когда они сейчас здесь под мирным небом, в спокойствии, в тепле, сытые, К ним заходишь, как ваше утро, слава Богу, все хорошо. И для нас, как для людей, которым мы служим этим людям, это большое счастье быть частью этого. И за то, что вы стали частью этого, мы очень благодарны. Пусть Бог вас обильно благословил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok